Идеальное чтение для тех, кто хочет похудеть, не отказываясь от радости жизни. Глава третья. Первые три месяца. Перестройка в короткий срок. Итак, пока варится лук-порей, рецепт я говорила в прошлой главе. Во второй. Задайте себе пару вопросов, почему я это делаю. Из-за опасения, что муж и подруги считают меня бу-бум, толстухой, потому что на меня ничто не налезает, диеты зачастую порождают страх и ненависть к себе. Это опасно. Но жить как француженка подобные чувства вовсе не помогают. Чтобы изменения рационально шли вам на пользу, надо стремиться от всего получать удовольствие и радость. Вас это удивляет? Ну, по крайней мере, половина привычек, связанных с нездоровым питанием и напитками, объясняется лишним, легкомыслием. Ведь появились они из-за невнимательного отношения к собственным потребностям и упущенным приятным ощущениям. Мы проглатываем пищу не глядя, совсем не ценим оттенки вкуса, даже по-настоящему не наслаждаемся своими любимыми блюдами, а потому, не задумываясь, потребляем их сверх меры. Возможно, вы перестали следить за модой? Вас забудут уже другие вещи? Ну, в качестве жены, матери или работающей женщины вполне естественно пренебречь удовольствиями. Вероятно, в вашем подсознании даже возникает мысль, что иначе вас сочтут эгоисткой. Однако, поймите, неспособность наслаждаться приятными мгновениями не связана с альтруизмом. Из-за нее вы не только растолстеете, но и станете раздражительной. Ради своих близких и самой себя вы должны научиться радоваться удовольствию и стремиться к нему. Вкусы и обмен веществ у всех разные, поэтому к себе, то есть к своим чувственным предпочтениям, нужно относиться с особым вниманием. Только так можно выработать собственную систему рациона и любимых блюд. Подобного подхода следует придерживаться всю свою жизнь, чтобы здоровье и чувство удовлетворения не покидали вас никогда. Что происходит? Начать правильно жить и питаться в физическом и эмоциональном вакууме нереально. Почему, на наш взгляд, на ваш взгляд, вы пополнили? Из-за возраста? Из-за семейных или профессиональных неурядиц? Из-за одиночества? Из-за моды? Верите или нет? Но кое-кто из нас набирает вес именно тогда, когда мода эта меньше всего позволяет. Или после родов. Бросили курить. Постоянно хочется есть. У вас несчастье, стресс, допустимый набор психологических или физических причин слишком велик, чтобы перечислять их здесь полностью. Утрата организмом равновесия зачастую симптом более серьезной травмы. В случае нешуточной проблемы вам, вероятно, необходима чья-то помощь, обратитесь за ней. Если же чувство подавленности не захватило вас окончательно и бесповоротно, вам по силам найти причину и справиться с трудностями самостоятельно. Возможно, для вас нездоровое питание – это средство компенсировать другие проблемы. Тогда приготовьтесь. У француженок найдутся гораздо более интересные рецепты компенсации. И если картофельные чипсы вы прежде заменяли никотином, настал черед альтернативы. Сказав себе все вышеперечисленное, составьте план изменений на ближайшие три месяца. Прежде всего, определите, измените отношения к самым отъявленным вредителям. Одних стоит вовсе исключить из рациона, а потребление других снизить, ограничить. Оптимальное решение зависит от ваших индивидуальных потребностей. Задержите обычных подозреваемых. Знаменитая фраза из Касабланки, которую произносит инспектор Рено, показывая героя Хамфри Бугарта, тот застрелил немецкого офицера, должна стать главным лозунгом первого этапа изменений. Давайте заглянем в ваш дневник. Вас ничто не настораживает в трехнедельных запасах? Вполне вероятно, что нет. Без зоркого глаза доктора Чуда я и сама не определила бы сразу собственных вредителей. То есть еду, потребляемую мной сверх всякой меры, это и есть вредители. Мне сильно усложняли жизнь хлеб, сладости и шоколад. Не такие уж редкие пороги. Впрочем, не исключено, что для вас это не так. Возможно, вы едите их в абсолютно верных пропорциях или совсем чуть-чуть, или кусочек хлеба во время завтрака, кусочек торта после обеда. Ваши вредители могут быть совершенно иными. Внимательно изучите свой дневник. Что, на ваш взгляд, отличается чрезмерностью? Начните с вопроса. Без чего я способна обойтись или, по крайней мере, что готова сократить? Может, в течение всего трудового дня вас греет только мысль о парочке бокалов Космо после работы? Космо – это такой коктейль из равных частей водки, куантру, клюквенного сока и лайма, лимонного сока. А разве одного бокала вам недостаточно? А не отказываться ли от них вообще каждый третий день? Не просите ли вы официанта принести побольше хлеба еще до того, как увидите свой заказ на столе? А разве нельзя во время обеда довольствоваться одним куском хлеба при условии, что есть его вы будете медленно и со смаком? Или вы всегда перед основными блюдами что-то перехватываете? Со своей тарелки подъедаете весь жареный картофель до единого ломтика? Поняли, куда я клоню? Здесь нет ничего радикального. Мелочи дорого стоят. А теперь спросите себя еще кое о чем. Что мне нравится больше всего? Бокал вина за обедом, вазочка мороженого в воскресенье или еще что-то? Вспомните все, что вы регулярно едите. Что из этого доставляет вам подлинное удовольствие, а что лишь бессмысленное излижество? Француженки знают наверняка наслаждение от еды получаешь только в первые моменты. Мы редко обращаемся за добавкой. Любимые блюда нам нравятся вовсе не из-за монотонности их потребления. До сих пор не решили от чего отказаться? Ладно, поступите как инспектор Рено, задержите обычных подозреваемых. Вот несколько продуктов, которыми злоупотребляют многие женщины. Картофельные чипсы, булки, макароны, пицца, все жареное, соки, пиво, крепкие напитки, конфеты, мороженое, газировка и бесконечный шоколад. Предположим, что-то из этого списка входит в ваш ежедневный рацион, например, чипсы вдобавок к бутербродам, тогда у вас есть шанс исправить ситуацию. Не упускайте его, если, конечно, отказ от перечисленных вредителей в течение трех месяцев не доведет вас до озверения. Если же какой-то из них необходим вам для хорошего настроения, постепенно сокращайте его употребление. Например, сок, разбавленный газированной минералкой, лучше утолять жажду, чем просто сок. Мало-помалу уменьшайте долю сока. О хлебе разговор особый, он всему голова, и обращаться с ним надо уважительно. Хлеб, как и шоколад, продукт уникальный, он может стать как вашим лучшим другом, так и злейшим врагом. И о том, и о другом я подробно расскажу позже. Всякий раз старайтесь довольствоваться одним куском вместо трех. А когда вы и в самом деле сыты, отодвиньте хлеб и хлебницу подальше. Не ешьте на автопилоте. Со временем вы научитесь есть хлеб по мере надобности. Испытывать блаженство возможно и без того, чтобы есть в большом количестве все перечисленное. Даже отказавшись иногда от безвредных в целом продуктов, вы не лишаете себя удовольствия. Поймите, в сущности вредители – это пища, обычно потребляемая нами в чрезмерных количествах. И приятных мгновений мы получаем от нее меньше, чем кажется. Зачастую она представляет собой жалкое подобие чего-то лучшего, как, например, сыр из супермаркета по сравнению с настоящим сыром от медного качества. Но, научившись заменять дрянь на лакомство, действительно доставляющее удовольствие, вы осознаете, что правило «мало» – это больше, чем достаточно, вовсе не пустой звук. Также я в одежде, кстати. Вот тогда-то вы узнаете нечто очевидное для любой француженки. Один кусочек прекрасного черного шоколада способен дать почти экстатическое наслаждение, чего вы никогда не достигнете, съев дюжину батончиков «Сникерс». Пожалуйста, исключите из ресторана весь шоколад, в который входят кукурузный крахмал, кукурузный сироп, искусственные ароматизаторы, красители, а также большие дозы сахара. Великий философ 17-го столетия Декарт, известный изречением «Я мыслю, следовательно, я существую», однако немало знал он и о том, как тело и разум воздействуют друг на друга. Для того, чтобы понимать волнение души, надо разграничивать ее деятельность и деятельность тела. Секрет француженки таится, как правило, у нее в голове. Одно дело распознавать своих вредителей, и совсем другое – держать их под контролем. Если бы все мы обладали железной волей, данная книга никому бы не понадобилась. В целом же, железная воля свойственна француженкам ничуть не больше, чем любому другому человеку. Они, похоже, освоили полезное искусство самообмана, то есть психологический компонент здоровой жизни. По правде сказать, абсолютный контроль разума над телом вовсе нежелателен, поскольку спонтанные удовольствия от вкусовых ощущений тогда вряд ли будут доступны. Итак, каким образом пережить трехмесячный отказ от вредителей обычным смертным женщинам, усваивающим новые привычки и стремящимся к сбалансированному питанию? Перед вами основные принципы, привитые мне доктором Чудо и методом проб и ошибок, проверенные в течение многих лет. Для начала, чтобы помочь вам перестроиться, предлагаю их в сжатой форме. Но ради пожизненной подписки на секреты француженок вам придется подробно изучить эти методы в дальнейших главах. Чтобы обходиться в питании без эксцессов, необходимо более обстоятельно исследовать тему или взглянуть на нее заново. Сейчас же обратите внимание на следующее. Медленно, но верно. Резкой потерей веса долго наслаждаться не приходится, а диеты предлагают именно это. Быстрый курс мучений в течение не месяцев, а недель ради кратковременных результатов. Уверовав в то, что усилием воли и самоограничением можно резко сбросить вес, вы почти наверняка не только наберете его заново, но и еще больше прибавите. Отсюда и так называемый эффект бумеранга. Если в нашем случае смена рациона приведет к впечатляющим последствиям уже через месяц, вы окажетесь в числе счастливчиков. Однако полноценная перестройка, то есть перенастройка вашего организма требует не меньше трех месяцев. Задача состоит в том, чтобы превратить эти три месяца в удовольствие, а не в тюремный срок в Бастилии. Итак, второе. Первое было медленно, но верно. Второе – разнообразие. Как отмечал доктор Чудо, высококачественные, высокоскоростные диеты угрожают организму различными сбоями, диетологическими заболеваниями, а они гораздо опаснее лишнего веса. Спасение нужно искать не в спецдобавках, а в оптимальном разнообразии высококачественных продуктов. Благодаря широкому выбору вы компенсируете провизию, исключенную из вашего рациона, и даже почти не заметьте ее отсутствия. Рацуженки только диву даются, в каких объемах иные люди готовы есть одно и то же. Гастрономическая скука способствует нездоровому питанию. Без импровизаций и экспериментов вы точно станете заложницей пищевой рутины, а она столь же отвратительна, как и рутина в личной жизни, когда не хватает той самой искры, а та же и так же чревата неприятностями. Француженки понимают, как важно в размеренное существование иногда привносить волнение. Никак не приспособитесь к ценам, нет времени, чтобы готовить, успокойтесь. Вовсе не обязательно быть богачкой или шафором трехзвездочного ресторана, чтобы наслаждаться безграничным миром натуральных вкусов и запахов. Всего лишь несколько уловок, и вы с удивительной легкостью приготовите множество блюд, причем так же быстро, как рубленое мясо в понедельник вечером. Ниже даны некоторые примеры, а их полный арсенал содержится в главе времена года и приправы, на которые мы еще дойдем позже. Не упустите возможности отведать вкус прежде неизведанных продуктов, новых. Вы прослышали о новом сорте сыра? Зелень незнакомого вида? А как вы относитесь к рыбе, скату, или луку-шалоту, или корням сельдерея? А как вам одно из любимых лакомств устрицы, причем на любой выбор? Новизна, как ничто другое, избавляет от плена привычек. Выбирайте не количество, а качество. Всякому продукту свое время. В сезон товары высшего качества обычно дешевле, чем их худшие аналоги вне сезона. Наконец, еще одна хитрость на пути к разнообразию. Поскольку удовольствие от пищи получаешь в основном в первые моменты, ешьте что-то одно, в данный момент лежащее у вас на тарелке. По крайней мере, в начале трапезы, когда вы способны сосредоточиться и насладиться каждым оттенком вкуса. Полный рот мешанины, то есть смешение разных блюд, уничтожит смысл многообразия. Глава пятая и шестая. Манж бен и жюст, Мольер. Питайтесь хорошо и правильно. Трехмесячный этап, по крайней мере, наполовину, приблизил вас к искомому сбалансированному весу, а то и больше. Если цели у вас умеренные, а то, повторюсь, изучайте себя, свои глаза, кожу, настроение и, главное, одежду. Именно так вы узнаете, где находитесь на пути к желаемому весу. Если вы на полпути к успеху, а это известно наверняка только вам, браво! Вы готовы к этапу стабилизации. Если же вы чувствуете, что половина пути еще не пройдена, продолжайте работать над моделью питания, пока не преуспеете. Хорошая партниха несколько раз пригласит вас на примерку и с каждой новой встречей подгонит костюм, точнее. Продолжая следить за своим питанием, учитывайте, где можно снова чуть-чуть убавить, чтобы двигаться в нужном направлении. Убавить – это значит чуть-чуть меньше порции, чуть-чуть меньше калорий. Никогда не забывайте о золотом правиле. Фей туа плезир – балуйте себя. И продолжайте мало-помалу сокращать все, что можно. Маленькое отступление. Девочки, если я повторяюсь в пятой главу, то это совсем немного, всего две страницы, чтобы вы вспомнили, о чем была речь в прошлый раз. Итак, сокращайте все, что можно. Теперь вы едите мало, что три месяца назад казалось нереальным. Например, всего два кусочка хлеба в день. И вполне вероятно, радость по этому поводу приведет к еще меньшему потреблению. Одному ломтику хлеба в день. Только экспериментируя, вы узнаете, как мало вам нужно, чтобы насытиться. С успехом изменив свои гастрономические привычки, приступайте к постепенному увеличению количества любимых блюд в своем рационе. Вы готовы к этапу стабилизации. Здесь тоже нужно полностью полагаться на свой анализ цены и полученного удовольствия. За три месяца вы, возможно, пристраститесь к менее калорийным десертам, как получилось у меня под руководством доктора Чуда. И на новом этапе вам не возбраняется почаще и не только по выходным баловать себя чем-то более сладким. Только подумайте, вы этого заслужили. За три месяца последовательных изменений у вас должно появиться четкое представление о собственном аппетите и рационе. Теперь вы лучше знаете, что хотите, почему. И чтобы не отклоняться от принципа «делать все с удовольствием», это основной принцип, «и справедливости ради себя следует вознаграждать». Означает ли это, что вы непременно перестанете худеть? Вовсе нет. Если с вами это и произойдет, вернитесь на несколько шагов назад и кое в чем сократите свое питание. Итак, это было в прошлый раз. Девочки, переходим к шестой главе. Нужно соблюдать обряды. Французы прекрасно знают книгу «Сен-Экзюпери. Маленький принц». Прочесть ее можно за час, но в ней содержится мудрость на века. В «Маленьком принце» Лиз объясняет герою, нужно соблюдать обряды. Французам очень хорошо известно, что обряд связан с тем значением, которое мы придаем различным аспектам нашей жизни. В частности, самым обыденным – рождению, браку, смерти, питанию, сопровождающему наше существование от начала и до конца. Семейные застолья. И существуют, разумеется, праздничные ритуалы, как, например, «Галет де Руа» – пирог с сюрпризом. Это, по-моему, в ноябре где-то. Ну, в российской кухне есть тоже такое же, только в пельмешку кладут денежку, кому попадется, у того и счастье. И вот у французов есть «Галет де Руа» – пирог с сюрпризом, подаваемый на 12-ю ночь Рождества в память о поклонении трех волхвов. Впрочем, есть еще будничные ритуалы, с которыми отождествляет себя та или иная культура. Скажем, повседневное употребление хлеба или процедура чистки зубов – тоже ритуалы. Задумываемся ли мы или нет, но большую часть жизни тратим на будничные ритуалы. В мире, где все быстро меняется, такие ритуалы служат ориентирами, источником стабильности и спокойствия. Именно они становятся основой нашего благополучия, частью культурного программирования наших ценностей и норм, в соответствии с которыми формируются наши вкусы. У американцев есть превосходные гастрономические ритуалы. Во Франции не сыщешь аналога воскресного барбекю, который устраивают летним полднем в Америке, например. Говоря по правде, многие французы без ума от бифштексов, ровно как и от стейков, из филейной части иные даже любят кукурузные початки. Хотя во Франции ими кормят только скотину. Америка по европейским меркам – страна молодая. И как огромное государство иммигрантов, менее однородна по части гастрономических устоев. Самые разные влияния привели к великолепным кулинарным результатам. Но американцам не хватает четких правил питания, ибо они вырабатываются лишь в ходе тысячелетней истории. А Франция отличается своими развитыми гастрономическими ритуалами даже среди старейших наций Европы. Это уж да, самые лучшие кухни считаются французская и китайская. Во французской видно из чего приготовленная, она считается самая высокая кухня. Китайской наоборот, вообще ничего не понятно. Маленькое отступление. Как я услышала в одной передаче, вам подадут бычьи яйца под соусом, и вы даже не узнаете. Это китайская кухня. Сидите с удовольствием. Итак, продолжаем дальше. Где еще услышишь жаркие дебаты по поводу того, какая из кондитерских La Dure, Fashion или Pierre Hermes продает лучше миндальное печенье? Миндальное печенье это Macrons. Они такие маленькие, хрустящие, там вообще ни грамма муки. Только миндальная мука и белок взбитый. Различных пастельных оттенков, знаете, наверное. И накал спора до сих пор вызывает лукавую смешку на физиономии Эдварда, моего мужа-американца. Качество – это страсть. Даже одержимость. И в конце XVIII века, когда буржуазия рубила головы аристократии, зародилось искусство оформления стола. Свод совершенно новых правил, включающих порядок расположения гостей и гармонию вкусовых оттенков. То есть наше восприятие вкусовых сочетаний. Стол превратился в зрелище. Привычные блюда получили свои классические названия, а затем последовал поток новшеств, подражания и, конечно же, появилась мода. Лишь немногие американцы, даже из числа тех, кто просветился благодаря путеводителям, Мишлена – это ресторан такой высшей категории, способны осознать, до какой степени наша кухня похожа на кутюр. Кутюр – это то, что сделано вручную. При всей нашей тяге к стабильности и почитании классики, еда станет невыносимо скучной, если постоянно не экспериментировать и не разнообразить ее. И это привело почти… Это правило почти забыли во французских ресторанах Америки и в бестро, и в буржуазных заведениях, где из года в год щеголяют коронными блюдами. Знаете, что такое «бестро» и откуда это слово появилось? Маленькое ступление. Когда русские заняли Париж и гнали французов во время войны 1812-1814 года, они же в Париже жили, казаки, именно казаки, усатые, с папахами и с шашками. И вот они заходили в французские булочные и все время кричали «бестро, быстро, быстро!». Оттуда и появилось со французским оттенком название «бестро». Итак, продолжаем. Французам нравится обедать вне дома, ибо они знают, то, чем они наслаждаются сейчас, завтра уже может исчезнуть из меню. К каждому блюду они относятся как к явлению неповторимому. Именно такому отношению к еде должны научиться и мы. Французская кухня, развивавшаяся на протяжении столетий, впервые в жизни столкнулась с угрозой глобализации. И на фоне транснациональных сетей фастфуда, киоски, которых появляются повсеместно, все сложнее передавать детям наши славные традиции. Семейные застолья, например, красивые салфетки, скатерти, все это куда-то ушло. «Подчас кажется, что мы возвращаемся в эпоху Возрождения, когда ели руками, без всяких церемоний, хватая еду из общей кучи, обгладывая кости, прежде чем передать ее соседям. Ну да, я утрирую, конечно, но если Францию вдруг охватит та же эпидемия ожирения, что и Америку, произойдет это, скорее всего, из-за утраты традиционных ценностей, семейных застолий. Вот почему следует чтить традиции, праздники, стремиться к усовершенствованию всего и вся». Я недавно сделала вышивку для салфеток из-за льна, стопроцентного льна. И вот эти вензеля, ну, буквочки вышитые, и кружевчики, и такие, как конвертики для столовых приборов. Все очень красиво. Загляните на мой сайт mode-classic.com. Там можно все найти и купить или заказать. Пришлите мне свой желанный объект для заказа или фотографию, что вам хочется. Можно обращаться в контактный формуляр, написать. Итак, дальше. «Три трапези в день и обед из трех блюд». Традиционный французский обед по-прежнему представляет собой сочетание из трех блюд, как правило, дополненное с сыром перед десертом. В больших ресторанах принято заказывать еще больше блюд. Почему же французы и француженки не толстеют? А вот это секрет. Ответ кроется в том, что нам удалось адаптировать традиционное питание к современной жизни, в целом отличающиеся меньшими физическими нагрузками, чем раньше. Много мы едим в редких случаях, у нас много блюд, но все они малого размера. Весьма важную роль играет и то, что даже обычный обед или завтрак несет в себе отдельные черты традиционных правил. Ранее я уже обращала ваше внимание на то, что нельзя делать ничего параллельно с приемом пищи, никакого телевизора, газеты, ни в коем случае не ешьте за рулем или в транспорте. Также я отмечала, что иные формальные детали обогащают впечатление от еды, наполняя сам процесс новым смыслом. Так воздействует на нас внешнее оформление пищи. Это касается фарфора, стекла, скатерти. Вот, кстати, здесь как раз и пригодятся мои салфеточки льняные. Итак, свечи на столе тоже милый штрих, хотя эта традиция родом из Америки, а потому раздражает французов. Если подобные хлопоты кажутся вам бессмысленными и вообще лишенные лишним усилием, например, вы упустили главное. Сервировка стола имеет то же значение, как и приготовление блюд. Благодаря ей ваше сознание направлено на вашу тарелку, разжигает аппетит и целиком настраивает вас на ощущения. Французское слово «меню» означает не только перечень блюд, для этого во Франции есть и другое слово «la carte», но и «чуть-чуть». «Меню» значит «чуть-чуть». Используя понятие «меню» в отношении еды, мы подразумеваем небольшие порции. Суть французской кухни состоит в том, чтобы есть много маленьких порций, а не одну, две, но большие. Здесь мы в корне отличаемся от американцев с их представлением о размере порционов. Вспомните огромную тарелку макарон, которую съедала Камила. В предыдущих главах я об этом рассказывала. Итак, давайте приглядимся к французским блюдам. Француженка вряд ли выложит весь обед или ужин на одну тарелку. Не встретишь у нее на столе и тарелок, полностью занятых пищей. В ходе оформления пища выкладывается в центр тарелки, чтобы французский глаз любовался ее. Смена блюд не только заставляет вас сосредоточиться на содержимом трапезы, но делает ее размеренной, способствуя пищеварению и насыщению. Чем быстрее вы едите, тем больше вам нужной еды. Это же логично. А помыть лишнюю тарелку куда проще, чем бороться с лишним весом. Французские порции всегда позволяли нам насладиться всеми предложениями высокой кухни, включая закуску, первое блюдо, главное блюдо, сыр, десерт, печенье. Да все подряд. Однако, заметьте, все это не идет ни в какое сравнение с шиком Людовика XIV. Если бы порции не были маленькими, они не дожили бы до наших времен, даже вставая после самого изысканного стола. Французы чувствуют, что поели, но не объелись. Сегодня для многих французов основная трапеза приходится на обед. Вам, возможно, и не обязательно перенимать эту привычку, и тем не менее, за день надо есть три раза, чтобы обмен веществ происходил в нормальном режиме. Привычка перекладывать или перехватывать то здесь, то там появляется из-за того, что трехразовый режим питания не соблюдается. Вообще-то, это не совсем хорошее явление. Оно мешает нам, нашему организму, нашему осознанию. Если с утра вам не очень хочется есть, не обманывайте себя, думая, будто вы обойдетесь без завтрака. Все равно, увы, съедите что-нибудь позднее в течение дня. Я знаю, немало молоденьких женщин, которые на завтрак обходятся только кофе и работают натощак, отказывают от обеда, а он состоит из чашки кофе в 11 часов и какой-нибудь выпечки, и надеясь вознаградить себя вечером в кругу друзей. Может показаться, что это аванс за удовольствие, предвкушаемое ими, на самом деле удовольствие должно предшествовать расплате в виде самоограничений. В действительности же девчушки, питающиеся раз в день, обманывают себя и вредят своему здоровью. К обеду они умирают от голода, а вечеринка ведь начинается с цветного напитка, крепкого ликера, сладкого сиропа, сплошные калории, притупляющие вкусовые ощущения. Подобные коктейли должны сопровождаться предупреждением Министерства здравоохранения. То есть вредные они. Затем наступает черед обычной ресторанной еды, то есть огромных порций. Результат о старании плохого повара. В острых блюдах слишком много соли и жира, а также и сахара. Сколько там этого добра, достоверно никто не знает. Мы ведь не можем отослать ужин на анализ в лабораторию. Еда на вынос, тот же кот в мешке. Так что ужинайте в ресторанах изредка и обращайте внимание на качество пищи. Хороших ресторанов не так уж и много. Поэтому ешьте дома, питайтесь хорошо и правильно, изучайте себя и свое питание. Ну вот, мы закончили шестую главу. Спасибо, что прослушали меня. Не забывайте подписываться. В следующий раз я прочитаю вам о рецептах, о том, как выбирать продукты на рынке, о приправах, о салатах, ну, в общем, в основном коктейли, фрукты и ягоды, в основном рецепты, которые можно с легкостью найти в интернете. Субтитры сделал DimaTorzok